Класс по уходу за кожей состоит из четырех частей. Это открытие класса, середина класса, групповое завершение класса и индивидуальное. И сейчас я расскажу вам об основных аспектах, что нужно сделать, чтобы класс принес вам максимальный результат в каждой из этих частей. Я прихожу на класс хотя бы за полчаса до начала класса. Это правило. Консультант – это бизнес-леди. Она никогда не должна опаздывать, она должна всегда приходить вовремя. А вовремя – это значит успеть расположить все, приготовить для класса, переговорить с хозяйкой класса и приветствовать всех гостей. Когда я прихожу к хозяйке, обязательно первое, что я делаю, я достаю из своей сумочки сменные туфли. Ни в коем случае я не одеваю тапочки, которые обычно предлагают женщины. Я одеваю туфли и говорю, у меня специальные сменные туфли, я их одеваю только на классе по красоте. Вы знаете, это настолько повышает сразу мой авторитет. И часто женщины мне в конце класса говорили, когда я увидела, что ты одела сменные туфли, у меня отпало всякое желание спросить у тебя о скидке. Следующий мой шаг, я спрашиваю, где мы можем расположиться, где мы будем проводить класс. Это может быть либо кухня, либо гостиная комната, там, где удобно хозяйке. Главное, чтобы там был свет. Когда она показывает стол, на котором я могу расположиться, я на столе заранее выставляю наши зеркала, одноразовые подносики, раскладываю профили и на каждый подносик, согласно предварительному профилированию, я заранее выкладываю подходящее очищающее средство, подходящий увлажняющий крем системы Таймвайз, два цвета защиты, которые мы будем пробовать, идеальное решение дневное и ночное пробник, ватный тампон, смоченный в средстве для снятия макияжа с глаз, ватный тампон, на который я взяла немного минеральной пудры, ватный тампон с небольшим количеством румян, которые я предложу женщине в конце класса, кисточку с губной помадой и несколько чистых тампонов на всякий случай. Возле каждого столика, подносика с зеркалом я кладу брошюру «Мир красоты». Посередине стола я выставляю продукцию, которую можно будет приобрести сразу после класса. Это то, что у меня есть на мини-складе, это то, что мы будем пробовать на классе, и то, что, возможно, женщина захочет купить просто потому, что она эмоционально взглянет на то, что выставленную мной под продукцию, и вспомнит. А, конечно же, я вспомнила, у меня скоро закончится рассыпная пудра. О, или надо бы попробовать новый аромат. Может быть, а, у меня же гель для тела заканчивается. И вот, слава Богу, что у меня это было на мини-складе, и я поставила это посередине стола. Конечно же, я выставляю на стол красиво упакованный подарок, который я подарю в начале класса хозяйке, за то, что она организовала этот класс. Еще я обязательно спрашиваю у хозяйки, а будет ли у нас возможность пойти и к воде, чтобы умыться, или, если такой возможности не будет, то я всегда приношу с собой в целлофановом пакете смоченные предварительно в воде влажные салфетки. И, конечно же, тогда мне понадобятся сухие салфетки. Это могут быть бумажные полотенца или салфетки по второй секции, которыми женщины смогут вытереть, промокнуть лицо и руки. Когда я все это раскладываю, я спрашиваю у хозяйки класса. Побольше набираю информацию о тех женщинах, которые придут. Я рассказываю ей о том, как я делала предварительное профилирование, и спрашиваю, кто чем занимается. И я задаю ей вопрос, скажи, пожалуйста, а вот могла бы такая работа консультанта по красоте заинтересовать кого-то из твоих подруг? Подумай. Когда приходят гости, и все собираются, я говорю, ну что, мы будем начинать класс, и так как мы будем прикасаться к коже лица, мы будем это делать своими руками, я предлагаю вам сначала пойти помыть руки. Но мы сделаем это особенным нашим морякеевским способом. Для этого я принесла наш набор бархатные ручки. И вот я предлагаю вам вымыть руки нашим набором Setting Hand. Я буду рассказывать о процедуре бархатные ручки, мою любимую сказку. Я придумала ее много лет назад, и сейчас ее часто слышу от лидеров или консультантов России, Казахстана, Молдовы. Я еще раз расскажу ее и для вас. Почему я рассказываю такую красивую сказку, романтичную историю? Потому что я думаю, что каждый из вас вспоминает о том, что женщины, которые приходят на класс, они все равно немножечко скованы, они себя немножечко напряженно чувствуют. И для того, чтобы снять эту скованность и напряженность, я предлагаю им пробу набора Setting Hands с такой великолепной романтической историей. Я говорю, давайте немножечко пофантазируем и помечтаем. Вы умеете мечтать? Они, ну да, умеем. Я говорю, давайте сейчас представим, что мы с вами не находимся в этой комнате, а что мы с вами поехали отдыхать, полетели на Средиземное море. Как давно вы были на Средиземном море? Так вот, мы прилетели поздно-поздно вечером в отель. Было темно, мы уже ничего не успели рассмотреть, поэтому легли спать, а проснулись рано-рано утром. И мы проснулись, одели легкий халатик и вышли на улицу, пошли к берегу посмотреть, какое оно здесь Средиземное море. Вот мы подходим к пляжу и видим, что перед нами расстилается беленький, беленький, гладенький песочек. Пока мы спали, его машинами просеивали и гладили. Но он такой белый и нежный, что просто нас манит. Поэтому мы снимаем шлепки и босыми ножками ступаем по песочку. Протяните, пожалуйста, ваши руки. Я сейчас на ваши ручки положу небольшое количество нашего полирующего крема. Это будет наш Средиземноморский песочек. Он создан с оттирающими частичками. Это мука из скорлупы грецкого и миндального ореха, которая укрепляет вашу кожу. И она также, как и песочек, будет мягко и нежно отшелушивать сухие мертвые клеточки с поверхности вашей кожи. Делай легкий массаж. Это очень важно. Тут вы смотрите на море. Какое море обычно в 6 утра? Обычно это полный штиль. Гладкое, гладкое зеркало. И тут вы видите, как на горизонте, над этим гладким зеркалом поднимается солнце. Восход солнца окрашивает воду розово-оранжевыми лучами. Сейчас на ваши ручки я положу небольшое количество нашей утренней зари. Это экстравлажняющий ночной крем. Он создан на основе кактусового и пальмового воска и необходим для того, чтобы запретить вашей коже терять влагу. Он запрет влагу в вашей коже и сделает эффект парафинотерапии. Такой ценной и дорогой процедуры в косметическом салоне. Теперь давайте вспомним детство. Вы когда-нибудь в детстве делали собственные кремы? Вот давайте сейчас и сделаем свой собственный крем. Смешайте наш средиземноморский песочек и утреннюю зарю. А теперь аккуратненько и нежно вмассируйте получившуюся смесь на всю поверхность рук. Начните обработку рук с кончиков пальчиков. Хорошо помассируйте кутикулу, это кожа вокруг ногтя. Постарайтесь мягко воздействовать, потому что отодвигая и смягчая кутикулу, вы предупредите ее старение и вам не нужно будет ее обрезать. Делайте массаж, двигаясь от кончика пальчика к центру ладошки. Я часто наблюдаю, что в косметических салонах маникюрши неправильно делают массаж, натягивая кожу от центра ладошки наоборот к кончику пальца. Но дело в том, что когда мы с вами ходим, у нас чаще всего руки находятся вниз, и вообще большую часть времени у нас руки находятся вниз. А здесь в кончиках пальчиков происходит застой крови и лимфы. И часто поэтому и в кончике пальчиков холодные. А мы с вами будем делать массаж в обратном направлении, то есть будем усиливать кровообращение и отток лимфы с кончиков пальчиков. А значит улучшим питание и продлим молодость. Обязательно хорошо поработайте посередине ладошки, потому что посередине ладони находится очень большое количество нервных окончаний, отвечающих и за речевые центры, и за пищеварение. Поэтому когда мы делаем массаж ладошки, мы активируем пищеварительные функции и речевые функции нашего организма. Ну что, теперь настало время вспомнить из школьной программы, как звали богиню красоты из греческой мифологии. Правильно, Афродита. А кто помнит, откуда вышла Афродита? Точно, из пены морской. Поэтому мы сейчас с вами отправляемся в ванную, опускаем наши руки под воду, и образуется у нас на руках пена, потому что в полирующий крем входит очищающие компоненты, которые вспенятся под воздействием воды. Аккуратно и нежно смойте все отшелушивающие частички, которые входят в состав этого крема, а также все загрязнения, сухие и мертвые клеточки, все неприятности, все негативные эмоции, с которыми вы сталкивались, промокните ручки полотенцем и возвращайтесь. Ну что, смыли все остатки наших средств с рук? Как вам кожа наших рук? Не правда ли она стала более мягкой, более нежной, более белой? Правда? Вы чувствуете? Потрогайте. Вам нравится? Это же руки истинной богини красоты Афродиты, руки истинной леди. А согласитесь, истинная леди никогда не ходит без перчаток. Поэтому мы с вами сейчас оденем ручки в невидимые перчатки. Это наш крем для рук. Он содержит солнцезащитный фактор и благодаря этому на вашей коже не будут образовываться пигментные пятнышки, которые часто показывают возраст женщины. Кроме того, натуральные компоненты, которые входят в состав нашего крема для рук, не только предупреждают потерю влаги кожи рук, сухость, но и, конечно же, заживляют микротравмы, микропорезы, которые так часто появляются на наших руках, а мы этого даже не замечаем. Крем совершенно нежирный, нелипкий. Вы чувствуете это? И вы можете сейчас прям прикоснуться пальчиками к бумаге, и вы увидите, что не оставляет жирных следов. Это очень комфортно и здорово, правда? Ну что, вам понравились ваши руки? Они готовы к тому, чтобы прикасаться к лицу. Если вам нравится, то дальше остается посмотреть, какие же преображения произойдут с нашим лицом. Как вам мой рассказ о бархатных ручках? Именно такой рассказ и помогает мне всегда настроить женщин на доверие, на романтическое настроение, на уход за кожей, на ощущение себя женщины и достойное внимания. Кстати, если женщины не знакомы, то тогда я всегда обязательно даю им возможность познакомиться. Я спрашиваю, как вас зовут? Расскажите, чем вы занимаетесь? Есть ли у вас дети? И обязательно я контролирую процесс знакомства. Достаточно двух вопросов. Чем вы занимаетесь? Есть ли у вас семья, дети? После того, как все познакомились, я говорю, еще раз напоминаю, все знают, да, меня зовут Виктория Таткевича, я работаю в компании Mary Kay. И сегодня я проведу для вас класс по красоте так, как хотела бы, чтобы его провели для меня. Когда мы говорим о красоте, многие думают о декоративной косметике, особенно в молодом возрасте. Но согласитесь, что красота начинается задолго до этого. Начинается она с ухоженной, здоровой кожи. И именно Mary Kay Ash, будучи женщиной преклонного возраста, прекрасно понимала, что никакая декоративная косметика не поможет скрыть появившиеся морщины. Согласить, 5 минут утром и 5 минут вечером, которые мы уделяем уходу за нашей кожей лица, определяют то, как мы будем выглядеть в 30 лет, в 40, в 60 и в 70. Согласитесь, ведь каждая из женщин хотела бы быть ухоженной, красивой и молодой. Вы со мной согласны? Я думаю, что все согласны. И именно этому и посвящен наш класс по уходу за кожей лица. И я с огромным удовольствием хочу, чтобы мы поблагодарили хозяйку класса, Оленьку, которая предоставила вам возможность сегодня вместе собраться. Оля, я приготовила вам маленький подарок. И я вручаю в этот момент подарок. Потому что независимо от того, купят женщины или не купят какую-либо косметику, хозяйка потрудилась и она пригласила своих подруг. Поэтому она достойна подарка. Она должна быть удовлетворена. Следующий шаг в открытии – это знакомство с компанией и рассказ о том, что будет происходить на классе. Если бы я сделала это так, как написано в руководстве, то это был бы простой монолог. Я бы просто сказала то, что знаю. И не факт, что женщины бы услышали меня. Поэтому в открытии класса все, что я должна рассказать, я делаю в виде вопросов, тем самым формируя и закрепляя потребность женщин в том, что будет происходить на классе. Я задаю четыре основных вопроса. Я говорю о том, что мы бы все хотели быть красивыми, ухоженными и молодыми. И для этого мы пользуемся косметикой. Где вы эту косметику покупаете? Вот вы, а вы, а вы. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что для того, чтобы наша кожа не старела, можно использовать любую косметику? Или косметика должна быть качественной, чтобы мы получили результат? И женщины говорят, ну, конечно же, косметика должна быть качественной. И я говорю, тогда я хочу сказать вам, что вы на правильном месте, потому что компания Мерекей уделяет качеству огромное значение. Наша косметика производится на собственном заводе в Далласе и проходит строжайший контроль качества. Мы производим свою продукцию из наилучших природных компонентов. Наша косметика не содержит наркотических компонентов, вызывающих привыкание, и также не содержит гормонов. Следующий вопрос, который я сдаю, я говорю, скажите, пожалуйста, ну вот, хорошо, пошли мы и купили качественную косметику. Как вы считаете, нужно ли знать, как правильно носить эту косметику? Или можно всей косметикой пользоваться одинаково? Женщины говорят, ну, конечно же, наверное, нужно знать. Я говорю, безусловно. И именно поэтому сегодня я не просто дам вам попробовать качественную косметику, но я и научу, как правильно ею пользоваться. Только я хочу обратить внимание, что это именно касается косметики компании Mary Kay. Я не знаю, как правильно пользоваться другой косметикой, но я расскажу вам, как правильно пользоваться именно нашей косметикой. Еще скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь готовы были бы купить туфли без примерки? Сегодня, согласитесь, это кажется смешным, как это покупать обувь без примерки. Каждый из нас знает, что обувь – это такое дело, которое может не подойти. Но согласитесь, что косметика, она так же индивидуальна, как и обувь, и что ее так же было бы правильно попробовать, прежде чем покупать. И попробовать не на руке, не на какой-то части тела, а именно там, где мы будем ее носить. Губной помады на губах, кремы на лице. Именно поэтому Морикей создала бесплатный косметический сеанс, чтобы женщина могла попробовать косметику, прежде чем принимать решение о ее покупке. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, бывало ли у вас такое, что вам подарили какой-нибудь крем или губную помаду, либо вы купили в магазине, пришли домой, нанесли, а оно вам не подходит. Либо крем не тот, либо цвет губной помады не тот. Бывало? И что происходило дальше с этой косметикой? Вы ее возвращали обратно в магазин, и вам за это возвращали деньги? Нет. Такого не может произойти. Ни один магазин не принимает косметику назад. И именно поэтому Морикей создала специальный класс по уходу за кожей, где консультант с помощью тестирования подбирает те косметические средства, которые нужны именно вашему типу кожи, именно вашему возрасту кожи, именно вашему состоянию кожи. И для этого я сделала с вами тестирование кожи и подобрала те косметические средства, которые вам сегодня и предлагаю попробовать. И мы с вами сегодня с помощью вашей кожи поймем, Это именно то, что вам нужно, или вашей коже нужно что-либо другое. И прежде чем мы будем пробовать нашу косметику, я хочу спросить, скажите, пожалуйста, бывали ли у кого-нибудь из вас аллергические реакции на пищевые продукты, фармацевтические препараты, либо на косметику? Если кто-то говорит, да, у меня было, я говорю, я предлагаю вам сегодня весь класс пробовать на сгибе локтя. Потому что если кожа одинакова на всей поверхности нашего тела, и если у вас проявится реакция на сгибе локтя, то значит эта косметика вам не подойдет и на лице. А если не будет реакции на сгибе локтя, то значит этой косметикой можно спокойно пользоваться и на лице. И вы знаете, я хочу сказать, что такой особенностью организма, как у вас, класс по уходу за кожей, на мой взгляд, это просто палочка-выручалочка. Потому что вы тогда не будете рисковать своими деньгами и, самое главное, здоровьем, покупая косметику, которая может вызвать у вас аллергическую реакцию. А я, как консультант по красоте, буду готова работать с вами до победного конца, пока мы не поймем, что действительно подходит вашему организму и вашей коже. Договорились? Договорились. Вот четыре основных преимущества нашего класса. Это качественная косметика, индивидуальный подбор, обучение и возможность попробовать прежде, чем купить. Следующее я должна рассказать о компании. И поэтому я задаю вопрос. Опять же, не просто рассказы о компании, я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами разговаривали по телефону, когда я делала предварительное тестирование, и каждый из вас уже что-то слышала о компании. А кто из вас знает, кто создал компанию Mary Kay? Смешной вопрос, все говорят, ну, конечно же, Mary Kay. А кто знает, в какой стране? В Соединенных Штатах Америки. Да, и это было в 1963 году. Поэтому у нашей компании уже такой большой опыт. И я, знаете, что хочу вам сказать? Что все эти годы компания Mary Kay только и делает, что производит косметику и ничего, кроме косметики. Mary Kay никогда не производила кастрюли, моющие средства, еще что-либо. Она сказала, нет, моей сферой интереса будет косметика. Поэтому ежегодно наша компания тратит большое количество денег на научные исследования и разработки. Мы являемся членами общества охраны окружающей среды. Мы являемся членами общества по борьбе с раком кожи. Мы ведем большую благотворительную деятельность. Обычно говорят, что компания Mary Kay – это компания, у которой есть сердце. Дальше я рассказываю по второй этап четырехэтапного плана рекрутирования. Я рассказываю, по каким причинам приходят люди в компанию Mary Kay и свою я-историю. Я говорю следующее. Запомните это. Люди приходят в компанию Mary Kay по разным причинам. Одни – для того, чтобы иметь дополнительный доход, свободный от основной работы время и покупать косметику по опытовой цене. Другие – для того, чтобы сделать карьеру, аналогов которой не существует. Третьи – для того, чтобы получать великолепные подарки в виде бриллиантовых шмелей, автомобилей, путешествий. Четвертый – для того, чтобы расширить круг своего общения. Я пришла в компанию Mary Kay, потому что хотела иметь чисто женский бизнес, где я могла бы быть начальником самому себе и могла бы зарабатывать столько, сколько хочу. За свое время работы в компании я достигла, и вы рассказываете, таких-то успехов. И в настоящее время я создаю свою команду, в которую подбираю женщин, которые хотели бы воспользоваться всеми возможностями компании Mary Kay. Поэтому понаблюдайте сегодня за мной на классе. Если вам понравится то, что я делаю, скажите мне об этом в конце класса. А если вы вспомните кого-то из своих знакомых, кто, по вашему мнению, мог бы заинтересоваться этой работой, и этот человек станет консультантом по красоте, то я сделаю вам подарок. Губную помаду того цвета или блеск для губ, который вы выберете сами. Дальше я говорю, что о компании Mary Kay я могу говорить бесконечно долго, потому что я очень горжусь и люблю свою компанию, потому что я люблю и пользуюсь всей продукцией компании Mary Kay. Но я хотела бы сказать, что знаете ли вы о том, что компания Mary Kay была первой компанией в мире, которая создала именно систему по уходу за кожей лица? Многие косметические компании на то время выпускали средства по уходу за кожей, но они не объясняли необходимость системы. А Mary Kay это была та первая компания, которая сказала, что ухаживать за кожей нужно системно и определила последовательность этой системы. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, из каких этапов состоит эта система по уходу за кожей лица? Как вы считаете, какой первый этап? Очищение. Ну правильно, я согласна с вами. Мы очищаем кожу от косметики и загрязнений. Второй этап. Как вы считаете? Обычно здесь женщины говорят тоник. Я говорю, перед тоником еще должно следовать отшелушивание, то есть удаление сухих мертвых клеток, потому что если они остаются на поверхности лица, они создают серый землистый цвет лица, неоднородность окраски кожи и стимулируют преждевременное появление морщин. Третий этап. Это тонизирование. Завершение процесса очищения и борьба со свободными радикалами. А четвертый этап какой? Все знают. Увлажнение. Совершенно верно. Увлажнение – это препятствие потере влаги кожи. Это основная причина, по которой кожа стареет. Есть еще пятый этап. Какой? Защита. Защита кожи от воздействия окружающей среды. Так вот, все эти пять этапов Мэри Кей научно обосновала и объединила в одно понятие – система по уходу за кожей лица. И она очень просто и доступно для женщин объяснила необходимость использования и применения системы. Вот скажите мне, пожалуйста, кто из вас умеет варить борщ? Борщ. Ну, в Америке говорят – торт печь. Я думаю, на Украине все умеют варить борщ. Не все варят, конечно, но умеют теоретически все. Умеете варить борщ? Да. И я думаю, что у каждой из нас примерно одинаковый рецепт, примерно одни и те же ингредиенты. Но я уверена, что если каждый из нас варит борщ, у каждой из нас будет свой вкус. Согласны? Согласны. И я думаю, что каждый из вас знает, что для того, чтобы сварить хороший вкусный борщ, нужно делать все строго по рецепту, класть все ингредиенты в том количестве, как это научили нас делать наши мамы и бабушки. Так? Так. Но никто из нас же не подумает, что для того, чтобы сварить борщ, нужно взять просто воду, закипятить, положить туда кусок мяса, например, капусту, и после этого налить в тарелку и сказать своему мужу «Дорогой, иди, борщ на столе». Как вы думаете, что произойдет с мужем, с дорогим, если мы будем ему предлагать такой борщ? Но знаете, что будет? В лучшем случае этот борщ просто будет вылет, а в худшем муж уйдет просто к другому борщу. Вот то же самое с нашей кожей. Если мы будем ухаживать за кожей отдельными компонентами, то кожа просто станет старой, неухоженной, преждевременно постареет. А муж? Муж забудет, наверное, почему он на нас женился, почему он в нас влюбился. Это в лучшем случае перестанет обращать на нас внимание. А в худшем будет смотреть на других женщин и, не дай бог, уйдет. Поэтому, чтобы этого не произошло, мы будем сегодня ухаживать за кожей с системой по уходу за кожей лица, которая называется «Таймвайз». Она создана для разных типов кожи. Для сухого и нормального – это баночки с розовой полосой, а для комбинированного и жирного типа кожи – это баночки с сиреневой полосой. Эта система содержит все пять этапов, но они заключены в трех бутылочках. Почему в трех? Потому что в конце 20 века компания «Марикей», так как мы очень тесно и вплотную работаем с нашими клиентами, обнаружила, что наши клиентки стали не так регулярно заказывать маску, тоник, как это необходимо. Мы знаем, что у них это должно закончиться, но они не перезаказывают. И мы стали спрашивать у них, а что случилось? И женщины нам стали жаловаться. Они стали говорить, ты знаешь, вечером так устаю, нет сил. После работы приползаю домой, надо ужин приготовить, у детей уроки проверить, с мужем поговорить, рубашки ему поменять, посуду помыть, на завтра что-то на завтрак приготовить. Нет сил никаких до постели добраться, какая там маска, какое там тонизирование. И мы поняли, что женщины приносят в жертву своим разным занятиям, разным своим профессиям, множество своих профессий красоту. Ну а если женщины жертвуют красотой, то кто будет спасать мир? И, конечно же, Мэри Кей тогда решила спасать красоту. И накопив огромный опыт в области ухода за кожей лица, нашим ученым удалось создать систему под названием Таймвайз. Ну, образно переводя, мудрое время, мудрое решение, мудрая женщина. Эта система позволила нам собрать все три первых этапа очищения, отшелушивания и тонизирования в один флакон. Кроме этого, что позволяет нашим женщинам и нам теперь экономить время, силы и, разумеется, деньги, потому что один флакон. И наши ученые нашли и запатентовали комплекс Таймвайз, который запускает механизм естественного омоложения кожи, препятствия старению кожи. То есть кожа запоминает, что нужно делать для того, чтобы не стареть. И специальная особенная молекула Таймвайз, которая позволяет запирать влагу в коже более чем на 10 часов. То есть еще одна из проблем старения убирается таким образом. Вот эта система сегодня и будет той основной системой, которую мы будем пробовать на классе. Вы хотите ее попробовать? Тогда я предлагаю вам одеть на волосы обручи, убрать волосы с лица. И я хочу предложить вам наносить эти средства на одну половинку лица. Давайте определимся, что все будем наносить на левую половину лица. Не волнуйтесь, в конце класса мы просто сравним, какая половинка лица выглядит лучше. И та, которая выглядит лучше, значит теми средствами мы и будем пользоваться на всей оставшейся части лица. Договорились? Договорились. Хорошо. Сейчас посмотрите, пожалуйста, на кожу. Запомните, как она выглядит. Потрогайте, пожалуйста, кожу руками. Почувствуйте, есть ли шероховатости, неровности. Есть липкие участки, более сухие участки. Запомнили это? Вот в процессе класса мы будем сравнивать. Ну что, а теперь давайте приступать. И дальше идет середина класса. Проба продукции. Если задача, которую мы ставим на открытии класса, это закрепление выявленных потребностей в процессе заполнения профилей по уходу за кожей лица по телефону и формирование потребностей в классе и системе, то середина класса – это уже удовлетворение потребностей клиенток с помощью не просто продукции, а с помощью преимуществ нашей продукции. Так как мы договорились, что мы будем с клиентками наносить средства на одну половинку лица, я думаю, вам это очень понравится, потому что в конце класса вам не нужно будет убеждать клиенток, насколько изменилась их кожа благодаря уходу за кожей с помощью системы Mary Kay. Они сами увидят эту значительную разницу в зеркале. То мы обязательно предлагаем снять губную помаду, которая была нанесена на губы, если клиентка пришла с губной помадой, и говорим им о том, что так как этот класс посвящен уходу за кожей лица, мы не снимаем макияж глаз. И для этого у нас есть специальная индивидуальная консультация по декоративной косметике, которую они смогут заказать в конце этого класса. Все представление продукции и весь процесс середины класса, удовлетворение потребностей клиенток с помощью преимуществ нашей продукции, я делаю по следующей формуле. Формуле продаж. Она выглядит так. Первое. Это. И дальше идет название продукции. Например, это очищающее средство Таймвайс, предназначенное с розовой полосой для сухого и нормального типа кожи, с сиреневой полосой для комбинированного и жирного типа кожи. Я держу это средство двумя руками. Левая рука выступает в роли подносика, а правая рука придерживает это средство сверху. И я как бы демонстрирую это средство женщинам. Следующий шаг. Итак, это название. Потом следующее. Зачем? Это средство предназначено для того, чтобы очистить нашу кожу от косметики, загрязнений, отшелушить сухие и мертвые клетки и тонизировать кожу. Итак, второе. Зачем? Третье. Его преимущества. Преимущества. Преимущества – это свойства продукции, которые отвечают на вопрос, ну и что мне из этого? Или что в этом особенного? Поэтому я использую слова. Такие слова, которые говорят о преимуществе. Благодаря тому, что в отличие от других косметических средств, именно потому что тут то-то и то-то, как это будет, например, с очищающим средством Таймвайс 3 в одном. Я так и говорю, преимущество нашего очищающего средства Таймвайс на лицо, потому что одним движением руки, а согласитесь, это помогает нам сэкономить силы и время, мы можем, ключевое слово, эффективно очистить кожу от косметики и загрязнений, одновременно удаляя сухие и мертвые клетки с поверхности лица, благодаря микрогранулам, которые входят в состав этого средства. Я выложила это средство на ваши подносики. Посмотрите, вы видите, в нем гранулы двух цветов. Одни гранулы для того, чтобы мягко и нежно отшелушивать сухие и мертвые клетки, а другие гранулы, они будут выполнять две функции. Они будут и мягко и нежно отшелушивать мертвые и сухие клетки, но когда мы будем пальчиками двигать ими по поверхности кожи лица, они будут раскрываться и выпускать на поверхность нашей кожи чистые активные минералы и витамины, которые не окислились под воздействием окружающей среды. И это будет великолепным свойством, защищающим нашу кожу от воздействия свободных радикалов, препятствующую ее преждевременному старению и тонизированию кожи, восстановлению ее естественной защитной мантии. Представляете все преимущества? За одно движение руки мы сделаем столько важных функций. Кроме этого, в состав этой системы, как я уже говорила, входит запатентованный компанией комплекс Тайнбайс, который позволяет нашей коже вспомнить естественный механизм омоложения. Следующий вопрос. Хотите попробовать? И когда они говорят «да», следующий вопрос. Тогда смотрите, как это делать. Я еще раз обращу внимание на формулу, правильную формулу представления продукции. Еще раз. Это – фамилия, имя, средство. Зачем это средство нужно? Его преимущество. Потом вопрос «хотите попробовать?» И последнее «как это делать?» Приведу простой пример. Однажды я была на встрече бизнесменов, и когда нас собрали, нам предложили сначала покушать. И тут один из руководителей этой встречи, как только мы начали кушать, встал и сказал, «Дорогие коллеги, пока вы кушаете, я хочу вам рассказать о том, что будет происходить на нашей встрече. Вы просто кушайте, и не обращайте на меня внимания, просто как будто вы слушаете радио». И начал что-то говорить. Я обратила внимание в этот момент на зал. Знаете, что происходило? Те люди, которые хотели его послушать, ничего при этом не ели. А те люди, которые хотели поесть, ничего при этом не слышали. Поэтому ни в коем случае не делайте такой ошибки, что вот это очищающее средство 3 в 1 таймвайз, например. Давайте будем его наносить. А пока вы его наносите, я расскажу вам, что в этом средстве хорошего или зачем это средство нужно. Таким образом, женщина, которая сфокусирована на ощущениях, на том, как правильно наносить это средство, как оно наносится, никогда не услышит преимущества этого средства. И в конце класса она так и не поймет, зачем ей тратить деньги именно на ваше очищение. И чем оно лучше, чем то, которым она пользуется дома. Поэтому если вы хотите, чтобы женщины у вас покупали продукцию, чтобы покупали осознанно, чтобы запоминали преимущества, обязательно следуйте той формуле, о которой я вам сказала. Это, зачем, преимущество, хотите, теперь как наносить. И вот когда я рассказала о каждом средстве, преимущество этого средства, я рассказала, спросила, хотят ли они попробовать, я говорю, а теперь давайте я научу вас, как его наносить. Пожалуйста, посмотрите на меня. Я показываю два пальчика, средний и безымянный. Это самые слабые в мышечном отношении пальцы рук. И эти пальчики будут легко и нежно скользить по нашей коже, не давая нашей коже растягиваться. Обратите внимание, что движения в наших пальцах должны быть от центра лица в стороны вверх. Когда мы подходим непосредственно под глазное яблоко, мы двигаемся по косточке, вы прощупываете косточку, желательно безымянным пальцем от внешнего уголка глаза к внутреннему, но не нанося это средство на кожу вокруг глаз. На лбу, от центра лица, от центра лба к височкам, носик поглаживаем от переносицы к кончику носа. И обязательно от центра лица в стороны. Ну что ж, наносите это средство. И когда женщины наносят, я их подбадриваю, говорю, что да-да, правильно, вот-вот, или легче, легче, пожалуйста, не тяните кожу, не давите на нее. Непривычно? Ничего страшного. Мне тоже было непривычно. Но когда я это сделала дома, один раз утром и один раз вечером, у меня уже по-другому, просто пальчики не ложились на кожу. Иногда я замечаю, что женщины двигаются вниз по лицу. И я говорю, нет-нет, ни в коем случае вниз не нужно двигаться по нашей коже. Знаете ли вы иск физики, что под действием силы тяжести яблоко падает вниз? Слышали? Да. Так вот, хочу вам сказать, что под действием этой силы тяжести падают вниз не только яблоки, но и наша кожа. Поэтому будем препятствовать падению наших щек, нашей кожи движениями пальчиков в стороны вверх. Ну что, нанесли это средство? Прекрасно. Его нужно смывать примерно через одну минуту после того, как вы нанесли. Скажите, пожалуйста, как вы считаете водой, какой температуры нужно смывать очищающие средства? Не холодный, потому что тогда кожа будет становиться более сухой. Не горячий, потому что тогда горячая вода стимулирует расширение опоры и выделение лицевого поверхностного сала. А комфортный, комнатной температуры. И так смываем это средство с нашей левой половинки лица, на которую мы наносили это средство. Обязательно хорошо промокните, протрите вашу кожу. А теперь подытожим. Посмотрите, пожалуйста, в зеркало. Не правда ли кожа выглядит действительно чистой и свежей? Потрогайте ее пальчиками. Есть ли ощущение чистоты, свежести? Нет ли сухости, стягивания? Это очень важно. Вы довольны очищением? Прекрасно. Тогда переходим к следующему этапу. Посмотрите, ведя одно движение руки, мы сейчас с вами выполнили три функции. Очистили кожу, отшелушили и тонизировали. Наш следующий этап это максимально увлажняющее средство. Если на моем классе присутствуют женщины, которые старше 25 лет, то я предлагаю им услышать о прекрасной новинке, регенерирующей сыворотки с комплексом С. Если не все женщины старше 25, то тогда о регенерирующей сыворотке я буду рассказывать в индивидуальном завершении. Точно так же, если мои гости на классе все старше 30 лет, то сейчас я буду предлагать им попробовать идеальное решение на лице, а ночное на руке, на сгибе руки. Но если не все старше 30, то тогда я буду рассказывать в идеальном решении и давать его попробовать только тем женщинам, которым это средство подходит в нашем индивидуальном завершении класса. Так как мы с вами уже очистили кожу, отшелушили, тонизировали, наш следующий этап, как вы помните, четвертый этап в системе ухода за кожей это увлажнение. И я сегодня с удовольствием представляю вам наш максимально увлажняющий крем с комплексом Таймбайс. Он также разработан для разного типа кожи. И каждый из вас на подносик я выложила то средство, которое необходимо именно в вашей коже. Это средство создано для того, чтобы препятствовать потере влаги вашей кожи, основной причине, по которой она стареет. Кроме этого, запатентованный комплекс Таймбайс, который входит в наш максимально увлажняющий крем, позволит на 10 и более часов запирать влагу в вашей коже. А также натуральные компоненты, входящие в состав этого крема, будут укреплять стенки кровеносных сосудов, а значит улучшать кровообращение, питание и дыхание вашей кожи. Хотите попробовать это средство? Тогда как? Как? Конечно же, как делали мы это раньше, теми же самыми движениями от центра лица в стороны вверх. Я очень прошу, возьмите небольшое количество того крема, который я выложила на ваш подносик. Аккуратненько, средним и безымянным пальчиком нанесите на ту же левую половинку лица и нанесите тонким-тонким слоем, так, чтобы это средство легко и быстро впиталось. После того, как вы нанесли, если через одну минутку вы сделаете мимические движения и почувствуете, что где-то вам не хватает увлажненности, то вы можете добавить второй слой на те участки кожи, которые более сухие. Наносим? Наносим. И я также контролирую, чтобы женщины все делали правильно. Итак, максимально увлажняющее средство нанесено. Посмотрите, пожалуйста, на вашу кожу лица, как она выглядит, не правда ли она выглядит, как будто вы только что из сауны. Такая свежая, розовая, здоровая кожа, гладкая, отлично. Но, если бы мы с вами ложились спать, то можно было бы сложиться спать спокойно. Мы все сделали, чтобы наша кожа не старела. Но так как мы с вами будем выходить на улицу, а на улице погодные условия, пыль, грязь, выхлопные газы, солнце, нашу кожу нужно защитить, одеть. Так как мы одеваем наше тело, также нужно одеть и нашу кожу. И оденем мы нашу кожу в наш специальный защитный крем. Посмотрите, на вашем подносике я выложила два разных оттенка защитного крема. И сейчас мы подберем тот цвет, который вам необходим. Посмотрите, как выглядит тюбик, в котором находится наш защитный крем. Зачем это средство нужно? Как я уже сказала, для того, чтобы защитить вашу кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Но это не все. Преимуществом нашего максимального защитного крема является еще и то, что это великолепная основа под макияж. Что это средство дышит и позволяет коже нашей дышать. Что великолепно смывается нашим очищающим средством. И самое главное делает цвет нашего лица ровным и однородным. Хотите подобрать цвет защиты для себя? Да. Как это сделать? Возьмите небольшое количество одного цвета и нанесите тоненькую полосочку вдоль скулы. А теперь возьмите второй цвет защиты и нанесите вторую полосочку чуть-чуть ниже предыдущей. Подождите минутку и посмотрите в зеркало, какой цвет защиты вам больше подходит, какой цвет больше сливается с вашим цветом лица. А теперь вы можете посмотреть друг на друга и посоветовать друг другу, какой цвет защиты больше подходит, выступить как бы в роли консультанта по красоте. Я подсказываю клиенткам, какой цвет защиты им лучше подходит. Кстати, моя подсказка, если у клиенток естественный розовый цвет лица, то розовую защиту давать им не следует, потому что вы усилите розовизну. Поэтому рекомендую тогда взять нейтральный оттенок, то же самое и с желтым цветом. Если желтоватый или оливковый естественный цвет кожи, то лучше взять нейтральный, как бы нейтрализовать нежелательный подоттенок кожи. Та полосочка, которая нам не подходит, мы убираем ее ватным тампончиком, а та полосочка, которая остается, мы проверем защиту этого же цвета и показываем клиенткам, как ее можно нанести. Я обычно рассказываю, что существует три способа нанесения защитного крема. Первый способ французский, это кончиками пальцев. Что мы сейчас с вами будем делать? Второй способ это американский. Для этого способа наша компания выпускает специальные натуральные каучуковые спонжи. Показываю наши спонжи. А посмотрите, какие они замечательные. Они очень мелкие, посмотрите, здесь очень практически незаметные поры. Это говорит о том, что нанося защиту таким спонжем на наше лицо, мы будем делать более ровный слой, не будет никаких полосочек и не будет много защитного крема впитываться в спонж. Этот спонж для того, чтобы нанести более плотный слой защиты, нужно держать сухим. А если вы хотите более тонкий, деликатный, едва заметный слой защитного крема, то тогда предварительно спонж смочите в воде, хорошо отожмите и нанесите защиту влажным спонжем. Ну а сейчас мы наносим кончиками пальчиков. Наносите, пожалуйста. И вот после того, когда клиентки нанесли защиту на половину лица, я предлагаю им посмотреть в зеркало и сравнить половинку лица, на которой нет косметики Мэри Кей, и половинку лица, которая ухожена системой за кожей Мэри Кей. Спрашиваю, скажите, пожалуйста, ну как вы видите разницу в правой и в левой половинке? Вам нравится, какая половинка вам нравится больше? А теперь потрогайте, то есть первое увидите, второе потрогайте, почувствуйте, какая половинка лица более гладкая, более мягкая, более нежная. Заметили? Заметили. И третье посмотрите друг на друга и скажите, какая половинка лица вам больше нравится у соседки? Что вы можете сказать по этому? И дальше я предлагаю им в их профиле по уходу за кожей лица повернуть, там где есть розовая табличка написана комментарий, я говорю, посмотрите, пожалуйста, в профиль и там найдите вопрос, нравится ли вам система по уходу за кожей Мерикей. И напишите, пожалуйста, там свой ответ. И женщины пишут ответ. Я говорю после этого, кому понравилась система ухода за кожей Мерикей и кто хочет нанести наше средство на вторую половинку лица, давайте это сделаем. И я посмотрю, ваши средства лежат у вас на подносике, а я пока посмотрю, как вы это научились делать и как вы правильно будете это делать в домашних условиях. Обычно все женщины вызывают, в это время выражают бурю восторга. Часто они говорят о том, что левая половинка похожа на кожу после пластической операции, что она даже не могла представить себе, что может быть такая большая разница между левой и правой половинкой, что нужно быстрее, быстрее, быстрее наносить Мерикей на всю часть лица и они друг к другу делают хорошие комплименты. И вот когда они нанесли эти средства полностью уже на все лицо, я говорю, ну, вам, я очень рада, что вам так же, как и мне, понравилась система по уходу за кожей лица. И я знаю, что если женщине что-то нравится, то она хочет знать сразу же, сколько это стоит. Поэтому не буду томить вас ожиданиями и скажу, сколько стоит наша система по уходу за кожей лица. Я прошу открыть брошюру «Мир красоты», которая есть возле каждой женщины, и предлагаю в прайс-листе найти цену очищающего средства, максимально увлажняющего крема и дневной защитной основы. Я не произношу никогда вслух стоимость продукции. Ну, мне комфортно, когда женщины знают, что я не придумала цифру, что я не ошиблась в цифре, а что они действительно прочли ее в прайсе. То есть, я говорю цену прайса, а не придумываю. И дальше я говорю, эта система рассчитана на то, что вы будете ее ежедневно применять утром и вечером в течение 180 дней. И это будет стоить вам, ну, на сегодняшний день около трех гривен в день. Скажите, пожалуйста, это дорого или нет для того, чтобы ваша кожа вот так вот молодо, красиво, ухоженно выглядела? Все говорят, конечно же, недорого. И я с вами согласна. Кстати, в этот момент я часто использую слова Бернарда Шоу. Бернарда Шоу, известный писатель сказал, единственное желание, которое вызывает у мужчины женщина, экономящая на себе, это экономить на ней. Согласитесь, кожа это та наша одежда, которая дается нам, Господом Богом, один раз и на всю жизнь. И если она состарится или перестанет нам нравиться, мы не сможем ее повесить в шкаф, как, например, платье, костюмчик или какое-нибудь пальтишко. Мы не сможем ее продать подешевле и купить новую. Я думаю, что наша одежда, с которой мы на всю жизнь, достойна того, чтобы мы могли потратить на нее 3 гривны в день. Вы со мной согласны? Да. Ну а теперь, как говорят художники, холст готов, просятся краски, и я предлагаю, конечно же, вам воспользоваться нашей декоративной косметикой. И первое, что хочу предложить вам, это наша минеральная пудра. Я точно так же рассказываю ее преимущества, потом спрашиваю, кто хочет попробовать минеральную пудру, и рассказываю, как ее наносить. Показываю, что она может быть либо рассыпной, либо в компактном футляре. Следующий шаг, я говорю, что декоративный макияж, подбор декоративного макияжа, всегда начинается с губной помады. И я сегодня предложила вам попробовать губную помаду, которая идеально подходит большинству женщин, но при этом у каждой на губах будет выглядеть по-своему. И я даю такие стандартные цветогубные помады, как, например, морская раковина, гранатовый иний, может быть, блеск для губ карамельный. И перед этим я предлагаю женщинам нанести стик для губ, потому что для меня важно, чтобы они заметили, что наша помада будет очень долго держаться на губах, что стик для губ препятствует появлению морщины, преждевременному старению губ, такому, скажу это слово, превращению наших красивых пухленьких губок в куриную попку. Поэтому я предлагаю нанести стик для губ и обязательно каждый раз я протираю стик через бумажную салфетку в целях гигиены или одноразовой кисточкой снимаю со стика небольшое количество средств и предлагаю женщинам пальчиком потом растушевать на губах. Следующий шаг это контур на губы. Контурный карандаш обычно нейтральный на классе по уходу за кожей лица я использую. И говорю о том, что на консультации по декоративной косметике я расскажу вам, как скорректировать наш контур губ. А сейчас нанесите примычным способом. И тут же я прошу, чтобы они сделали линию контурным карандашом у себя на руке, на наружной стороне руки, где-то между, в треугольнике, между указателем и большим пальцем. Нанесите линию, говорю, и забудьте о ней, оставьте ее на некоторое время. После того, как контур нанесен, я предлагаю женщинам кончиком пальчика внутреннюю границу контура растушевать по губам и потом одноразовой кисточкой нанести губную помаду. Я очень прошу и настаиваю на применении одноразовых средств, потому что мы должны соблюдать гигиену. После того, как нанесена губная помада, я предлагаю следующий шаг нанесения румян и говорю женщинам, соедините, пожалуйста, губки вместе и улыбнитесь, сделайте такую улыбочку. В этот момент на вашем лице будут более четко выражены скулы и румяна нужно наносить от самой выступающей части скулы немножечко по направлению к складочке, но не более, чем на два пальчика от внешнего уголка губ. А более подробно я расскажу вам опять же на консультации по макияжу. Растушевывайте. И вот они ватным тампончиком ставят точечки румян, а потом чистой стороной ватного тампона я говорю, растушуйте, чтобы макияж был очень мягким. И я подчеркиваю, что мы делаем это сегодня ватными тампонами в целях гигиены, так как все средства должны быть одноразовыми. А дома вы будете делать все кисточками, кисточками, которыми вы обычно пользуетесь. Ну вот, наш макияж закончен. А теперь посмотрите, пожалуйста, на полосочку, которую вы нарисовали контурным карандашом на своих ручках. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем мы пользуемся контурными карандашами для губ, для глаз? С какой целью? Ну, для того, чтобы скорректировать форму, да? Для того, какие мы хотим, какие мы выдвигаем требования к контурному карандашу? Чтобы он был красивым, чтобы он был четким, и самое главное, чтобы он не растекался, не размазывался и хорошо держался. Так вот, попробуйте сейчас пальчиком, потрите контур, который вы нарисовали на руке. Вы чувствуете, что он совершенно не растирается. Не мучайтесь, не нужно. Возьмите вот этот ватный тампон, он лежит на вашем подносике. Он предварительно специально был мною смочен средством для снятия макияжа с глаз. Посмотрите, как выглядит это средство. Я показываю ватный флакон средства для снятия макияжа с глаз и говорю, что это средство предназначено для снятия любой косметики. И водоустойчивый, и обычный. Это средство обезжирено, оно одобрено офтальмологами и эффективно снимает любую косметику. Вот возьмите этот тампон и приложите его к контурному карандашу и легким движением руки снимите. Вы видите, за одно движение мы сняли такой стойкий контур. И также вы сможете эффективно снять любой макияж с глаз. Кожа вокруг глаз в 4 раза тоньше, чем на всей поверхности лица. Она нуждается в особенном уходе. На нее идет очень большая нагрузка. Мы декоративной косметикой красим глаза. Моргаем 10 тысяч раз в сутки. Поэтому у нас для кожи глаз свои специальные средства. И вот я рекомендую обязательно, если вы красите глаза, пользоваться нашим средством для снятия макияжа с глаз. Вот. Ну а теперь я прошу женщин привести волосы в порядок, поправить свои прически, посмотреть на себя в зеркало и задать следующие вопросы. Ну что, вам нравится, как вы выглядите? Они говорят, да, да. Я говорю, вам нравится, как чувствует себя сейчас ваша кожа? Они говорят, да. Вы хотели бы, чтобы ваша кожа выглядела все время так и еще лучше, лучше и лучше? Они говорят, да. Я говорю, тогда давайте посмотрим, что сегодня мы использовали на классе и что нам для этого было нужно. И я представляю косметику, которую мы сегодня пробовали. И я начинаю первое с набора Setting Hands. Я говорю, вспомните, с чего начинался наш класс, что помогло нам создать хорошее настроение. Это наш набор бархатные ручки. Этот набор, кому из вас понравился? Он стоит, и мы ищем в мире красоты в брошюрке, сколько стоит набор Setting Hands. Следующее. Мы использовали систему по уходу за кожей лица TimeWise. Вы написали, что она вам очень понравилась. И мы нашли, сколько стоит эта система. Также мы с вами сегодня использовали контурный карандаш для губ, губную помаду, минеральную пудру, румяна и, конечно же, стик для губ. Дальше я хочу попросить вас, чтобы вы в профиле по уходу за кожей лица, который лежит возле вас, ваша карточка, нашли розовую табличку и там написано комментарий. Я хочу попросить вас, чтобы вы оставили свой отзыв о сегодняшнем классе по красоте. Напишите, пожалуйста, понравился ли вам класс, понравилась ли вам косметика, понравилась ли вам я как консультант по красоте. Для меня это важно, потому что ваши отзывы имеют для меня большое значение. А также я хочу попросить вас, чтобы рядом с соседней половинкой этой розовой таблички вы написали всю косметическую продукцию, которую вы сегодня попробовали и которую вы хотели бы иметь дома, если бы речь не шла о цене. Можно? Да, отлично. Перед вами есть брошюра «Мир красоты», перед вами есть продукция, которую я сегодня принесла, и я хочу попросить вас, чтобы вы записали. А в этот момент я прошу хозяйку класса угостить нас чаем. Если хозяйка может это сделать, значит, она в этот момент приносит чай. И дальше я говорю следующие слова. А сейчас я хочу, чтобы вы не разбегались, потому что у меня сейчас подготовлена для каждой из вас индивидуальная консультация. Это буквально пять минут времени с глазу на глаз, поэтому не подсмешивайте, не подсматривайте. У меня к вам есть индивидуальные советы и рекомендации, которые я не могу сказать при всех. Возможно, у вас ко мне есть индивидуальные вопросы, которые вы бы тоже хотели задать в интимной обстановке. Договорились? Договорились. И я перехожу к индивидуальному завершению класса. В индивидуальном завершении я в первую очередь обращаю внимание на вопрос «Я заинтересована в средствах, которые?» Это вопрос нашего профиля по уходу за кожей. В этом месте женщина отмечает несколько квадратиков. И вот, например, это могут быть, может звучать именно «Ирина, давайте, например, начнем с вас. Я вижу, что вы торопитесь». Да? Да. Смотрите, как вам класс? Понравился? Понравился. Вы написали «Сегодня на классе мы попробовали именно систему по уходу за кожей лица». Это то, что нужно нашей коже регулярно, например, как зубная паста нашим зубам. Но вы также тут написали, что вам необходимы средства, которые помогают снимать отчет течность кожи вокруг глаз. У вас действительно это проблема? Как часто она появляется? Связываете ли вы это с большой нагрузкой на глаза? Пьете ли вы большое количество жидкости перед сном? И дальше, после того, как я задала много уточняющих вопросов, я говорю, «Вы знаете, у нас есть потрясающее средство, которое помогает бороться с отечностью вокруг глаз. Это успокаивающий гель для кожи вокруг глаз». И я по той же схеме рассказываю преимущества этого средства и рассказываю, как это наносить. Дальше я говорю, «Давайте посмотрим, сколько это средство стоит». Вам это средство хотелось бы иметь? Следующий шаг, допустим, вы написали, что вам нужно средство, которое позволяет мягко и легко удалить макияж с глаз. Это средство, которое я сегодня представляла вам на классе, средство для снятия макияжа с глаз. Оно вам понравилось? Давайте посмотрим, сколько это стоит. Вы хотели бы это иметь? Следующий шаг, я говорю, давайте сейчас напишем в ваш профиль продукцию, которую вы сегодня попробовали, которая вам понравилась и вы хотели бы иметь, если бы речь не шла о цене. Давайте, давайте. Я подсказываю, как вам наши бархатные ручки действительно понравились? Правда, ведь они великолепны? Что скажете? Давайте я их запишу. И тут же смотрим брошюры Мир Красоты и говорю, они стоят столько-то. И ставлю рядом в профиле цен. Дальше. Система по уходу за кожей лица Таймбайс. Вам понравилось? Да. Я записываю, что там, допустим, очищение с сиреневой полосой, увлажнение с розовой полосой. Защита, например, Айвори 200. Записала. Система вся вместе стоит столько-то. Следующее. Как вам губная помада, которую я подобрала? А контурный карандаш? Что скажете про стик для губ? Что скажете про пудру? Минеральную, компактную или рассыпную? Я перечислила. Может быть, я что-то забыла, спрашиваю. И если она говорит, что вот мне еще понравилось вот это, вот это, я говорю ей об этих средствах. Возможно, они стоят у меня на столике. И тут же ищу в брошюре Мир Красоты цену и вписываю в табличку комментарии рядом с названием продукции. Следующий вопрос я задаю. Скажите, пожалуйста, что из той продукции, которую мы сейчас записали, вы хотели бы заказать? Женщина говорит мне, что я хотела бы заказать то-то, то-то и то-то. Я говорю, это стоит столько-то. Если женщина готова сделать заказ прямо сейчас, прекрасно. Мы договариваемся, все, что у меня есть с собой, я отдаю ей сейчас. Она расплачивается со мной, а все, что мне нужно заказать, я договариваюсь с ней о том, когда я доставлю ей остальную продукцию. Мой следующий шаг. Я спрашиваю ее. Скажите, пожалуйста, вам действительно понравился класс? Да. А что бы вы порекомендовали другим женщинам, которые не были на классе по красоте? Вы порекомендовали им быть на таких классах, как сегодня побывали вы? Если она говорит, да, я говорю, а у вас есть знакомые женщины, у которых есть кожа? Она обычно смеется, все говорят, ну, конечно же, да. Я говорю, есть ли какая-либо причина, по которой вы не можете предложить им поучаствовать в таком классе по красоте, как сделала сегодня для нас Оленька? Это было бы для вас выгодно, потому что если бы ваши подруги пришли на такой косметический сеанс и заказали бы что-либо из продукции, то я могла бы отдать вам 10% от их заказа наличными, либо в виде товарного кредита. Что вы думаете по этому поводу? Она там, допустим, говорит, ну, я подумаю, я говорю, скажите, пожалуйста, вы хотели бы получить дополнительную консультацию по декоративной косметике? Она говорит, да. Давайте тогда определимся с датой. Мы определяемся с датой, и я говорю, вы знаете, по правилам нашей компании я провожу консультацию по декоративному макияжу именно для тех женщин, которые приглашают своих подруг на класс по уходу за кожей лица. И я смогла провести для вас эту консультацию, и было бы очень хорошо, если бы, допустим, через час после того, как мы назначили с вами консультацию по макияжу, могли бы прийти ваши подруги, которых вы пригласите на класс по уходу за кожей, и мы бы провели класс по уходу за кожей для них, а они бы оценили ваш декоративный макияж. Что вы думаете по этому поводу? Как вы смотрите на то, что я позвоню вам за два дня до нашей консультации по макияжу, и вы скажете мне телефонные имена тех женщин, которых вы пригласили на наш класс по уходу за лицом? Договорились? Договорились. И последнее. Я, мне очень понравилось сегодня работать с вами, и я хотела бы дать вам домой, ведь мы с вами еще встретимся на классе по макияжу, наш журнал «Облески» это корпоративный журнал компаний, здесь много очень интересной информации и об успешных женщинах, и о новинках в области косметологии, и о конкурсах, и программах компаний, а также конкурсную брошюру семинарского года, чтобы вы посмотрели ее и подумали о возможности сотрудничества с компанией «Мерикей». Договорились? Договорились. Итак, у меня заканчивается каждое индивидуальное завершение. Я знаю, что многие из вас волнуются перед индивидуальным завершением, и многие думают, что как только мы напишем список всей продукции, которая женщине понравилась, и скажем, сколько это стоит, женщина скажет, нет денег. В этот момент я хочу отправить вас в урок номер один «Личность лидера» и в слова, что наши мысли определяют нашу судьбу. Поэтому помните, что ваш настрой всегда должен быть о том, что женщинам понравится, и они найдут деньги. Но, например, я приведу вам еще одно индивидуальное завершение, касающееся именно продажи. Я спрашиваю, вам понравился класс, что вам понравилось больше, я или косметика. Давайте посмотрим, что еще вам необходимо было бы посоветовать, потому что средства, которые сегодня мы пробовали, это только уход, но вашей коже нужно не только уход, потому что уход, это все равно, что зубная паста для зубов, а помимо этого, вот вы тут написали, что вы заинтересованы в средстве, которое улучшает цвет лица и разглаживает морщины. Это идеальное решение. Судя по профилю, вы отметили, что ваша дата рождения тогда это и тогда, это говорит о том, что ваш возраст уже за 30, а знаете ли вы, что после 30 лет в женском организме замедляется процесс и останавливается полностью процесс выработки коллагена и эластина, а это тот каркас, на котором держится наша кожа. И вот чтобы препятствовать потере коллагена и эластина, разрушению эластиновых волокон, а также стимулировать синтез коллагена извне, наши ученые создали систему под названием идеальное решение, которое содержит большое количество аминокислот, ферментов и необходимых витаминов, которые синтезируют коллаген, попадая в нашу кожу. И я рассказываю об идеальном решении и даю попробовать на одной руке и на другой. И говорю, ну что, запишем эту систему в ваш список желаний? Запишем. И точно так же перечисляю всю продукцию, спрашиваю, вам понравилась эта продукция? И тут же из мира красоты, сколько это стоит? Потом я говорю, что если бы вы хотели заказать это все прямо сегодня, то вам нужно было бы заплатить такую-то сумму. Подсчитываю эту сумму на калькуляторе. Я говорю, вы готовы сделать этот заказ сегодня? Если женщина говорит, нет, я такой заказ сделать не готова, это для меня слишком большая сумма, я говорю, а какую сумму вы могли бы позволить себе потратить сегодня? И женщина говорит, ну там такое-то. Я говорю, отлично, давайте начнем с этого. Поверьте моему опыту, у меня есть много клиентов, которые начинали собирать коллекцию моряки с такой первой покупки, с губной помадой, например, без контурного карандаша. И через некоторое время у них появлялся полностью весь набор, который необходим для их кожи. То же самое может произойти и с вами, если вам действительно косметика понравилась. Договорились? Договорились. Дальше я говорю, а сейчас скажите мне, пожалуйста, а что бы вы хотели приобрести в следующий раз, когда у вас появится возможность позволить себе потратить что-то на себя еще? Давайте посмотрим. Она говорит, допустим, я бы хотела в следующий раз заказать вот это. Я говорю, давайте поставим примерную дату, когда бы вы могли себе это позволить, чтобы я могла сами созвониться и сделать заказ на эту продукцию. А потом, что бы вы хотели заказать? Давайте тоже запланируем эту покупку, когда примерно вы хотели бы сделать этот заказ. И таким образом я проставляю даты возле каждого наименования продукции, чтобы потом созвониться с этой клиенткой и предложить ей сделать заказ на то, что ей понравилось. И всегда я говорю, что я уверена, что в сегодняшнее время вы не потратили даром, правда? Ведь вы же пользуетесь косметикой, а косметика имеет свойство заканчиваться. И когда в следующий раз что-то у вас закончится, вы уже будете знать, что есть такая прекрасная продукция в компании Mary Kay, и вы ее пробовали, и она вам подошла, и вы можете заказать это у меня. Договорились? Договорились. Тут же я предлагаю ей выступить в роли хозяйки класса, и говорю, что за это она получит консультацию по декоративному макияжу, так как я говорила раньше. И обязательно даю ей с собой брошюру оплески или брошюру конкурсной программы семинарского года. Обратите внимание, что я даю брошюру конкурсной программы семинарского года или журнал оплески каждой женщине, которая была у меня на классе. Почему каждой? А вспомните, что Mary Kay просила Энн Юбери. Пообещай мне, что каждая женщина получит и уход за кожей лица, и рассказ о великолепных возможностях нашего бизнеса. Поэтому на следующий день, это эксклюзив, который я получила от самого молодого национального лидера из США Элисон Ламар. На следующий день я звоню каждой женщине, которая была у меня на классе по уходу за кожей, спрашиваю, как чувствует себя ее кожа, как умылась ли она обязательно вечером, не легла ли спать в косметике, как состояние кожи, нравится ли ей. И говорю следующее. Вы посмотрели журнал оплески или брошюры конкурса семинарского года? Вы знаете, я всю ночь не спала. Я думала о том, почему я не предложила вам на классе по уходу за кожей рассказ о возможностях, которые компания Мэри Кей дает женщинам нашей страны. Вы хотели бы услышать это? Я могу это сделать либо по телефону, либо мы можем встретиться за чашечкой чая или кофе, и я расскажу вам, что это за уникальные возможности. И тем самым я предоставляю каждой женщине рассказ об уникальных возможностях. А теперь давайте подытожим. Смотрите, что я делаю. В результате моего группового индивидуального завершения каждая женщина имеет возможность первое выступить в роли клиентки и купить косметику по розничной цене. Она имеет возможность выступить в роли хозяйки класса, и на следующий день она получает от меня предложение услышать о возможностях бизнеса. Тем самым я даю ей возможность выступить и в роли клиентки, и хозяйки класса, и впоследствии стать бизнес-партнером. И если она купила у меня по косметику по розничной цене на классе, то это значит, у нее не будет возникать вопрос, а как продавать по рознице, когда ты еще и занимаешься привлечением в бизнес. Она не будет задавать вопрос, а кто купит по рознице, потому что она сама была в роли такого покупателя. Вот так вот выглядит мой класс по красоте. Я с удовольствием делюсь с вами своими наработками и своими рецептами успеха. Желаю вам воспользоваться всем, что вы услышали в полной мере и преуспевать. Спасибо! Кстати, ваше домашнее задание прочитать книги Рэнди Гейджа «Богатство рядом и установка на благополучие», а также прочитать книги они